Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян заявил, что проблемы Приднестровья будут решаться по законам Молдовы и никак иначе. Серебрян встретился со спецпредставителем ОБСЕ по Приднестровью Майером Хартингом до его поездки в Тирасполь и сразу дал понять, что ни на какие уступки в отношении Приднестровья Молдова не пойдет. Проблемы связаны с внешнеторговой деятельностью экономических агентов Приднестровья и разрешением импорта различных категорий товаров, в том числе медикаментов и радиологического оборудования, будут решаться строго в рамках законов Молдовы. Спустя 32 года в Кишиневе снова отказались от переговоров и требуют, чтобы Приднестровье жило по молдавским законам. Нечто похожее уже было в начале 90-х, когда приднестровцев вынуждали говорить на чужом языке и следовать молдавским законам. Тогда это называли наведением конституционного порядка, а на деле случилась война. Сейчас в Кишиневе вспомнили риторику принуждения. Решать проблемы Приднестровья по закону Молдовы – это значит блокировать поставку в Приднестровье дешевых лекарств, потому что они не входят в реестр Молдовы. Не пропускать оборудование для диагностики туберкулеза, потому что наши больницы не зарегистрированы в Молдавском Минздраве. Заставлять платить двойную пошлину на товары и продукты для приднестровцев – все это оправдывается формулировкой «Серебряно» восстановлением единого экономического пространства. Вчера на встрече с представителями ОБСЕ Вадим Красносельский говорил о том, что Молдова полностью отказалась от любых переговоров и выбрала позицию давления по всем фронтам.